Как превратить отходы в доходы и обуздать мусорные реки в Дагестане? Эти и другие важные вопросы обсудили на совещании у главы республики. Хадж-компания на старте. 44 авиарейса с паломниками из Дагестана отправятся вскоре на священную землю Аравии. 200 тысяч мальков осетра и белуги выпустили в Каспийское море. Есть ли шанс на восстановление популяции? Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Во вторник, 16 июля, глава Дагестана Владимир Васильев провел женедельное рабочее совещание с участием руководителей органов государственной власти. Одной из главных тем стал ход так называемой мусорной реформы в республике. С этого года в Дагестане перешли на новую систему обращения с отходами. Министерством природных ресурсов и экологии Дагестана сегодня запускаются новые механизмы работы в этой сфере. В своем выступлении Набилла Карачаев, профильный министр, сослался на положительный опыт других регионов, которые собираются внедрять и в Дагестане. Так, присутствующим был показан видеоролик про мобильные пункты раздельного сбора мусора, установленные в Нижнем Новгороде. В этих пунктах гражданам выплачивают деньги за вторсырье. Кроме того, на заводе в Дагестанских огнях запущена линия переработки стекла, где создано 41 рабочее место. Привезено в республику и оборудование по утилизации полиэтиленовых пакетов, которого нет еще ни в одном субъекте Северного Кавказа. На сегодня уже собираются 15 разновидностей мусора, являющегося вторсырьем, которое впоследствии отправляется в другие регионы. В свою очередь, министр внутренних дел Дагестана, Абдрушид Магомедов, поднял такую острую проблему, как загрязненность горных районов. Мусор во время дождей нередко смывается в горные реки, которые потом несут его на равнину и водохранилище. По этому поводу Набилла Карачаев проинформировал собравшихся о том, что направлено письмо в Минприроды России по поводу включения региона в федеральные целевые проекты, в рамках которых можно очистить водные объекты. В связи с частыми аварийными отключениями света коснулись на совещании также наболевшие темы приведения в нормативное состояние электросетей в Дагестане, объектов, оказавшихся в руках частников. Руководитель республики отметил, что прорабатывается вопрос о продаже махачкалинских электросетей. К ним проявила интерес компания Россети, которая будет их содержать в надлежащем состоянии. Это будет делаться без изменения тарифной политики. То есть не будет перекладываться на население. Мы будем вкладывать средства из всех бюджетов, кроме карманов граждан. Пока не приведем в нормативное состояние энергоснабжения. В рамках рабочего совещания рассмотрели итоги исполнения республиканского бюджета за первое полугодие. Как сообщил первый зампред правительства региона Гаджимагомед Гусейнов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост доходов составил 12,9%. Положительной динамики удалось достичь и в сфере госзакупок. Всего по государственным и муниципальным закупкам удалось сэкономить 531 млн. рублей, или 5,8 от суммы всех торгов. Глава Дагестана дал положительную оценку проведенной работе, вместе с ним заявив, что есть много вопросов к некоторым главам муниципальных образований, которым еще не удалось достичь положительных результатов в сфере сбора налогов. И к другим темам – электронные документы для реальной жизни. В следующем году россияне перейдут на электронные паспорта. Получить такой документ в перспективе они смогут в МФСЦ. С июля 2020 года пилотный вариант документа будет доступен для жителей московского региона. Он будет содержать сведения о месте проживания, водительских правах, а также с НИЛС и ННН. У нового электронного документа будет ряд преимуществ. К примеру, стоимость пошлины на водительские права сократится с 2000 до 300 рублей. Бумажный вариант российских паспортов окончательно перестанет выдаваться к 2022 году. В Доме дружбы в Махачкале прошло торжественное награждение победителей и призеров второго республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», организованного муфтиятом Республики Дагестан. В мероприятии приняли участие представители органов власти и духовенства республики. Подробнее расскажет Абдулла Алиев. 17 муниципалитетов, более 500 участников. В этом году конкурс «Золотые правила нравственности» увеличил масштабы. Он состоял из нескольких этапов. На одном из них участники конкурса, а это ученики школ и студенты СУЗов Республики, соревновались в знаниях о своем родном крае. Одно из главных направлений этого конкурса – побудить подрастающее поколение к изучению истории и традиций своего родного края. И можно сказать, что у организаторов «Золотых правил нравственности» это получилось. В поделках, которые сделали ребята, отображена национальная культура Дагестана. Конкурс проводился с целью духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. В дальнейших планах у его организаторов выпустить специальное учебное пособие. «У нас собран уже материал. За два года проведения этого конкурса планируем выпустить далее пособие, по которым мы в последующем, в следующие годы будем проводить конкурс. Эти пособия, они предназначены как для детей, так и даны методические рекомендации, как использовать это пособие родителям, так же воспитателям, учителям». Уже традиционно по окончанию всех этапов конкурса состоялось торжественное мероприятие. Оно началось с выступлений представителей правительства республики. От имени представителя Народного собрания Дагестана Хизришек Саидова его заместитель Елена Ельникова выразила благодарность организаторам конкурса, а в частности муфтию республики Шейху Ахмаду Афанди. «Очень приятно видеть, что данный конкурс, данное мероприятие набирает свои обороты. Расширяется охват участников и организаторов, привлекается внимание общественности. Позвольте мне прежде всего от имени председателя Народного собрания передать вам прежде всего благодарность, огромную благодарность муфтияту нашей республики и особенно нашему уважаемому дорогому шейху Ахмад Хаджи за то, что по его инициативе вы организовали такое светлое, такое нужное мероприятие». Далее министр по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Энрик Муслимов наградил почетной грамотой руководителя конкурса «Золотые правила нравственности» Патимат Гамзатову. Послан министра нравственной ценности служит основой добропорядочности, и поэтому проведение подобных конкурсов имеет важное значение в воспитании подрастающего поколения. «То, что дает данный конкурс для молодых людей, да и не только для молодых людей, в моей воле, наверное, надо было провести такие конкурсы и правила установить во всех учреждениях, независимо от формы собственности, потому что они нужны всем, и тем более не только познавать их, но и следовать их». Стоит отметить, что в конкурсе принимали участие представители всех традиционных конфессий Дагестана. Одна из его задач – укрепление дружеских отношений между жителями республики, невзирая на национальную и религиозную принадлежность. «Очень приятно сегодня видеть молодых людей в таком юном возрасте, школьников, но которые заинтересованы тем, чтобы в дальнейшем быть максимально полезными для общества. Это очень приятно. И очень приятно, что данный конкурс имеет такой объединяющий фактор. Он объединяет все национальности, традиции, культуры и конфессии, что очень важно». «Пред нами, перед всеми стоит самая главная задача – и перед исламом, и перед православием, и иудаизмом, в частности здесь, в нашей республике, – воспитать новые поколения людей, которые бы понимали, что такое нравственность, как в советской школе говорили, что такое хорошо, что такое плохо. И вот через такие конкурсы мы надеемся на то, что у нас это получится». «Наши дети должны знать, помнить, как веками, тысячелетиями наши народы выживались в братской семье. И для этого такие конкурсы как раз-таки укрепляют сознание нашего подрастающего поколения». Конкурс также был направлен на то, чтобы помочь его участникам раскрыть свои сильные стороны и сделать судьбоносное решение – выбрать для себя профессию. На заключительном этапе ребята рассказывали о своем будущем в виде деятельности. Одна из участниц Мадина Исалаева мечтает стать врачом. На это, как она рассказала в своей презентации, ее побудили личные мотивы. «Когда моя мама была больна, у нее правая лицевая нерв была воспалена. И мне стало очень грустно, когда маме так больно было. Я с этого дня решила выбрать эту профессию». По завершению мероприятия состоялось торжественное вручение благодарственных писем, а также награждение победителей и призеров конкурса. Авдулла Алимагамед Магамидов, телеканал ННТ, Махачкала. Около 10 тысяч паломников из Дагестана вылетят в этом году в Саудовскую Аравию для выполнения обязательного для мусульман хаджа. Об этом на пресс-конференции сообщил министр по национальной политике и делам религии Энрик Муслимов. По словам министра, уже проведены предварительные работы и подготовлен план мероприятий по проведению хаджа в 2019 году. Изменений в требовании к паломникам от саудийского государства в этом году нет. Изменен лишь формат выдаваемой визы, и теперь он будет только в электронном варианте. Паломникам перед отъездом необходимо будет позаботиться о прохождении вакцинации и погашении долгов. Как и в предыдущие годы, организация поездки паломников была доверена хадж-компанией «Марва Тур». Мы свою работу по организации хаджа проводим совместно с Муфтиятом Республики Дагестан и уполномоченным по организации хаджа тор-оператором ОМАРВАТОР. В связи с тем, что в прошлые годы положительно была ценна работа ОМАРВАТОР Республики Дагестан по организации именно хаджа, и в текущем году это общество ОМАРВАТОР рекомендовано для того, чтобы провести эту работу. Первый вылет состоится уже 23 июля. Как и в прошлом году, паломников от мест сбора до аэропорта будут довозить специальные автобусы. Всего будет 44 рейса. Паломники будут разделены на группы по 50 человек. Руководителями этих групп станут гиды, прошедшие специальные подготовительные курсы. На родину дагестанцы вернутся до конца августа. Турецкие предприниматели инвестируют в туризм в Дагестане. Прибывшие из Турции предприниматели посетили Казбековский район. Здесь инвесторы планируют вложить средства в создание туристического оздоровительного комплекса, который расположен неподалеку от села Алмак, где находится единственная в Дагестане оленеводческая ферма. Турецких гостей встречал глава Минтуризма Дагестана Расул Ибрагимов. Отныне в живописнейший уголок Салатавии можно будет приехать с ночевкой. Для туристов созданы все необходимые условия. Комфортабельные гостиничные номера, кафе, разные забавы для детей на свежем воздухе. По мнению Расул Ибрагимова, создание нового комплекса привлечет в Алмак туристов, а также обеспечит его жителей рабочими местами. Азбековский район – это один из самых красивейших в нашей республике. И то, что сегодня бизнес вместе с муниципалитетом создает такие условия для развития туризма, плюс сельское хозяйство, такого хозяйства, где разводятся олени, у нас это единственная республика, за что я им благодарен. Тот факт, что сегодня ваш земляк смог привезти оттуда с Турцией большую делегацию инвесторов, и они заинтересовались нашей республикой и нашими такими местами, что они готовы кладывать сюда деньги. Это и есть доверие и отношение к нам. Девять человек утонуло в Дагестане с начала купального сезона. Четыре из них – дети. Так как в республике часто отдыхают гости из соседних регионов, сотрудники главных управлений МЧС по республике Дагестан, Чечне, Ингушетии провели совместную профилактическую акцию на пляже в городе Избирбаш. Несмотря на все предупреждения спасателей, люди продолжают нарушать правила безопасности при купании, что в свою очередь приводит к трагедиям. Их основные причины – это купание в штормовую погоду, купание в нетрезвом состоянии, оставление детей на воде без присмотра. Инспекторы ГИМС провели с отдыхающими беседы по правилам безопасного поведения на воде, а затем и занятия по спасению утопающего и оказанию первой помощи. Спасатели уверены, что подобные мероприятия станут хорошей традицией для субъектов СКФО. Имеем информацию по нашей статистике. Море Республики Дагестан по запрошлому году утонуло 4 жителей Республики. Также были несчастные случаи, связанные с гибелью людей, жителей Чеченской Республики, также Республики Дагестан. Цель этих мероприятий – обучить людей, оказание первой доверочной помощи, правильным извлечением пострадавшего из воды. Хотелось бы обратиться в большей мере к родителям, чтобы в свою очередь взрослые объясняли своим детям, младшему контингенту, наши жители обучили их, как правильно плавать, в каких местах можно плавать. То, что мы сегодня показали на практике, вот это минимум объясняли своим детям. Не прошел мимо беды сотрудник Росгвардии спас жизнь мужчине. Офицер 95-й дивизии войск нацгвардии Назим Талыбов вытащил из Каспийского моря утопающего мужчину. Пообщался с героем корреспондент нашего телеканала Камиль Девятов. Трагедию удалось избежать чудом. В Дербенте на пляже во время купания едва не утонул молодой мужчина. Но благодаря бдительности одного из отдыхающих была спасена человеческая жизнь. Назим Талыбов, несмотря на отважный поступок, героем себя не считает. Но поступки говорят сами за себя. Офицер, заметив тонущего человека, не думая о последствиях, бросился в воду. Вытащил парня на берег и оказал ему доврачебную помощь. После второго дня рождения Ильгама Азизова мужчины поддерживают связь и даже дружат с семьями. Камиль Девятов, Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Лето, долгожданная пора школьных каникул. Солнце, море, песок. Казалось бы, только успевай наслаждаться моментом. Но каспийские школьники решили совместить отдых с трудовыми буднями. Такую возможность им предоставил местный центр занятости совместно с клининговой компанией. Как именно проводят каникулы ребята, узнавала моя коллега Зумруд Гамидова. Они не пошли играть в футбол и компьютерные игры. Вооружившись мусорными мешками и перчатками, подростки пошли работать. Вот уже на протяжении месяца ребята наводят порядок на городских пляжах. Ученик каспийской школы номер два Артём Пода не видит в такой работе ничего зазорного. Говорит, физический труд только на пользу. Артём уже решил, что на заработанные деньги купит велосипед. А ещё это отличный способ сделать что-то полезное для родного города. Да, мы хотим помочь городу почистить его, а то люди уже не замечают его, что он становится очень грязным. Мы вот пришли пообирать пляжи, почистить их. Они стали очень грязными в последнее время. Мы их хорошо очистили. Вместе с Артёмом в трудовом отряде работает ещё 10 ребят. Труд во благо финансовой независимости недолгий. Подростки работают по часу в день. За один летний месяц школьники могут заработать 5 тысяч рублей. Ребята работают на протяжении трёх месяцев. Получают довольно-таки нормальную сумму для развития. Купить себе что-то в школе, какие-то школьные принадлежности и так далее. И сами приучаются к труду с раннего детства. На мой взгляд, это очень нужно для нашей молодёжи в настоящее время. Данная акция в первую очередь направлена на то, чтобы прививать людям чистоту, чтобы убирались за собой и проявляли солидарность к нашим работникам, потому что мы выполняем одно общее дело. Отдых отдыхом, но когда в кармане есть кровно заработанные деньги, оставшееся время каникул можно превратить хотя бы в небольшой, но праздник. И, как отмечают сами подростки, коллективный труд позволил им обрести новых друзей. Теперь они с удовольствием проводят время вместе и после работы. Сумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Сила, ловкость и командный дух. Впервые в Кизляре прошёл спортивно-патриотический фестиваль «Кавказские игры». 40 команд из разных уголков республики соревновались в Пятиборье, куда были включены все народные виды спорта. Кто в этом году показал лучший результат, узнаем в материале Курбана Рагимова. Центральный стадион Кизляра на один день стал ареной жарких спортивных баталий. 40 команд, это порядка 400 человек, соревновались в силе и выносливости. Своё мастерство участники показывали в Пятиборье. Формат турнира был выбран не случайно. Здесь задействованы все виды спорта, которые испокоены веком наши деды, наши отцы соревновались между собой. Тут перетягивание каната, поднятие гири, подтягивание, бег, стометровка, плюс ещё и грузинская борьба. То есть охватили всех, как бы можно сказать, и борцов, и бегунов, и силачей. Схватки по правилам грузинской борьбы Чидаоба привлекли особое внимание зрителей. Здесь участники демонстрировали спортивный азарт и завидную волю к победе. Кульминацией стало перетягивание каната. Это, как правило, визитная карточка любых национальных состязаний. Финал затянулся до полуночи. Победа здесь гарантировала успех во всём фестивале. Кизлюртовский горец ставит жирную точку. Мотивацией к успеху стал приз в 30 тысяч рублей на команду. Фестиваль спорта призван сплотить молодёжь Кизляра и соседних районов. С такими словами к участникам и зрителям обратились организаторы. С приветствием также выступили почётные гости, в числе которых были представители органов власти, общественники и именитые спортсмены. Лучше мериться удалью, силой и выносливостью в таких мероприятиях, чем враждовать или где-то выяснять отношения в другом месте. Мужчины всегда отличало соперничество и доброе соперничество между собой. Хочу сказать, что подобные мероприятия очень нужны, очень важны, поскольку способствуют сохранению традиционной культуры, а также самое главное – укреплению межнациональных братских отношений. В тройку призёров помимо кизлюртовских горцев сумели войти хозяева – это команды Аверьяновка и Росгвардия. Первые кавказские игры в Кизляре прошли на ура, и организаторы планируют здесь ещё ряд спортивных турниров. На очереди кубок по футболу, проведение которого намечено на август. Курбан Рагимов, Шамиль Амаров, телеканал ННТ, Кизляр. 200 тысяч мальков осетра и белуги выпустили в Каспийское море. Специалисты терско-каспийского филиала главрыбвода выращивали рыбу на протяжении двух месяцев. И вот, наконец, выпустили в море. Как это повлияет на восстановление популяции рыб этой породы на Каспии, узнавала Луиза Раджабова. Поистине золотая рыбка, ведь её так мало в Каспийском море. Это мод осетра. И весит она сейчас от 3 до 5 грамм. Сегодня в этом море станет её на 200 тысяч больше. Всё это время их выращивали здесь, в Мастепском рыбоводном заводе. Таком предприятию нет аналогов на Северном Кавказе. Оно основано на установке замкнутого водоснабжения. Здесь можно круглогодично регулировать температуру воды. Мальков выращивали в течение двух месяцев. И сегодня они достигли трёхграммового веса, допустимого для выпуска в море. Большой труд сделанный. Завод тоже новый. Завод рассчитан на 2 миллиона. Первый год выпуска дали госзадание 200 тысяч. На завтра, на следующий год, так сказать, уже будем думать, что о выпуске более большего количества. Мощность завода, комбинируем методом, на 2 миллиона молодых выпуска. Поэтому на сегодня по Дагестану таких заводов, которые государственно выпускают осетров, нет. В рамках государственного задания 200 тысяч мальков выпущены в Сулакскую бухту. Она служит буферной зоной, где мальки будут адаптироваться к солёной воде. К осени рыбы выйдут в Каспийское море. Вода подача прямая, охлаждается. Вот у нас кондиционеры стоят здесь. Очистка воды, механическая, биологическая. Очищаем, вот поставим на бассейн, видите, очистки, перебираем, форму убираем. На заводе способным производить миллионы мальков. В каждом бассейне содержатся от 10 до 20 тысяч осетра и белуки. Действует инкубатор, круговые бассейны, электронные цеха. Личинки осетровых рыб до определенного момента выращиваются именно здесь. Естественно, на реста практически нет. Искусственное воспроизводство – процесс сложный. Во многом успех зависит от техники рыбовода. Одной из работниц завода является Альбина. Просто мне понравилась эта работа. Так захотелось работать. Как бы так. Муж тоже рыбак. Сама тоже хотела рыбачкой. Поэтому пришла сюда работать. Начинаем рыб кормить. Готовим, через это всё пропускаем. И потом ванны моем, потом полы. Всё, то, что нужно, всё делаем, как положено. Сегодня популяцию цены рыбы не спасти. За десятилетия её численно сильно сократили браконьеры. Долго созревания, незаконный отлов рыбы до того, как она успеет набрать вес и дать потомство, делают этот вид редким и уязвимым. Остается надеяться на местные предприятия. А тем временем в республике полным ходом идёт сбор арбузов. Сладкие ягоды уже можно найти на прилавках магазинов. Чаще всего при выборе покупатели предпочитают арбузы именно с местных полей. Так для бахчевых культур идеально подходят земли Кизлярского района. К примеру, в селе Речное в этом году под них выделено более 20 гектаров. Там побывала и наша съёмочная бригада. Слово Патимат Ханапов. Сладкий арбуз, лекарства нету, половина мёд, половина сахар. Удобрения нету. Если удобрения было бы здесь, были бы эти проволоки, пустые места были бы. Поэтому удобрения нету. У нас есть плотный арбуз, чисто родные, экологические продукты. Сочный, сладкий и экологический. Так оценивают свои арбузы местные бахчевики. И этим они не обманывают. Гибридный сорт «Користан» действительно славится своим качеством. Семена его выводятся в Швейцарии. Но выращены эти крупные желтозелёные ягоды кизлярскими земледельцами. Занимаются они этим вот уже десяток лет. И потому в бахчевых культурах в Дагестане им нет равных. Кизлярский арбуз вкусовым и качеством отличается именно из-за того, что мы его поливаем телечной водой. Всем это известный факт. Мы вывозим в Питер, в Москву, в ту сторону. Клиентов у нас очень много. Был бы урожай хороший, а куда отправить, мы найдём. А урожай в этом году хороший. Более 70 тонн с гектара. А в общей сложности в селе Речное Аграрий посадили арбузы на 20 гектарах. Посадили и выходили, и клиентов тоже уже нашли. Теперь дело остаётся за малым – собрать урожай. Непростой труд сборщиков арбузов. Здесь почти по 40-градусную жару каждый день собирают около 50 тонн этой сочной ягоды. А это значит, что один рабочий в день собирает около 700 арбузов со средним весом в 8 килограмм. Арбузы Користан весит иногда до 15-16 килограмм. В их особенность яркий цвет, хорошая транспортабельность, наполовину мёд, наполовину сахар – так на кизлярских землях характеризуют этот сорт. Даже при выборе, отмечают аграрии, здесь не нужно следовать правилам. Каждый плод хорош. Ближе к вечеру бригада тружеников заканчивают собирать очередную партию. А уже завтра некоторые из этих арбузов поступят на рынок, а некоторые отправятся на фури в другие регионы страны. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Кизлярский район. И это всё, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова